Это тоже Менгер пишет, но это пишет уже наш замечательный Иван Гогинов. Вот он писал картину с рулаками в предыдущий день. Он родом из Абакана, воспитанник художественной школы Абакана. Класс Надежды Кобыльцовья, потом у Александра Кобыльцова учился. Потом он где-то после 9 класса уехал в Санкт-Петербург, как раз в этом колледже доучивался. И среднее образование получал, и художественное. И затем поступил, сейчас он уже выпускник получается, в последний год заканчивая свое обучение. Очень талантливый молодой человек, совершенно удивительной доброты, и какой-то прям, насколько с ним комфортно путешествовать. Это Анна Лена, Швейцария. В все время сидел какие-то полны самословатые на голове делала. Интересная такая киточка, своеобразная, с точки зрения украшения себя. Это наш высоченный Крис, он работает длинными кистями, потому что, реально, он настолько высокий, что королок и кисти совершенно неудобно писать. И вот, а в предыдущий день, они уже, это на шоферы оценения. Это вот как раз Игорь Санкт-Петербург, который является хакасом. Он, да, у них старинный род. И я начала к нему на следующий день, по поводу наших художников, приставать, чтобы он их попозировал. Он согласился, даже привез рубашку за его покойного отца. Каску-запашку, которая отец построил 30 лет назад. Ну вот, учтите, что построим правду соферы. Нашли мы у него денечек, как Матвей, и вот он в 5 часов сидит в этом денечке. А наши молодые художники стоят в это время на солнце. И пишут его сразу три человека. София, Наталья Ликетова и УСИ пишут его портрет. Совершенно все различные техники работают. Вот то, что получилось. Получалось, это еще не конечный результат. Это Наталья Мариал. Это этюд София. Ну и работу УСИ вы видите прямо здесь у нас. Так, это опять тот же день начинается. Следующий день. А папочка на другую выходит. Вообще, на открытии ресурсов было очень много людей. Она шла всего один день, поэтому вариантов не было. Все, кто хотели, должны уже попасть в этот день. Вот как раз то, что мы видели в окружении дам. И вот они, герои, около своих картин. Живалов и Горьев Садовов. Доходит всего два года от Академии на душе Живашки. Живалов спонсирует этот проект, как мы сейчас будем назвать. Он отдает в Академии в класс Академии все, что было ценным в его особняке. Картины, моноскульптуру, гравюры, все произведения художественные, которые посвящены мне, наукам, видео, искусствам, все это в класс Академии. Сам нанимает первых педагогов, фирмами и францами. Сам набирает первых воспитанников. А через два года имеет возможность отправить лучших из лучших на жиловку за границу. И работает это дело. Еще проходит четыре года, и уже старшего дня, следующий Екатерина II, начинается расцвет этого поведения. Финансирование увеличивается сразу в 10 раз, а на Васильевском острове начинается строительство собственное здание. Простите, пожалуйста. Здание было великолепным. Строилось оно 14 лет. Поражало двойной архитектурной высказанностью, двойными размерами. В 1888 году воспитанники перешли уже эти стены. Сейчас мы называем здание, здание Академии искусств. Современный адрес. Университетская надежда 17. Простите еще одну фотографию. Вот во всей России это самое здание. Но еще 30 лет понадобятся на то, чтобы сделать совершенно невероятный по красоте и искусственности интерьеры. Потому что воспитанники должны быть воспитываться на красоте. Это была главнейшая задача, которая стояла перед интерьерщиками и создателями этого шедевра. Маленькая фотография. Но вот это нужно обучиться о том, как устроено это учебное проведение. Я не буду рассказывать подробную историю института, потому что это займет огромное количество времени. Я просто перечислю некоторые из него. Это малая доля тех учеников, которыми гордится Россия. Вышедшие из стен этого проведения. Прокотов, Левицкий, Кипренский, Тропининг, Рюлов, Иванов, Федотов, Трамской, Суриков, Зерлов, Репин, Ротский, Рабарь, Захаров, Старов, Баженов, Стасов. Это Шубин, Топовский, Марта, Спина, Борьевский, Флок, Тун, Антаркольский и многие другие. Помните, как это ангеликолепные преподаватели? Чистяков, Репин. Обговаривали нашего Стурикова, но он не забросил все. Собраться. В этом целая стилеяда великих художников работала. Вот эта фотография, кстати, как вы думаете, какого времени? 2017 год. Фотография, сделанная за одним из студентов, обучающихся в этом музее сейчас. Вот здесь еще одну фотографию. Вот они, два красавчика сидят. Мать, отец и Шаш. Как раз они, в истории героев нашей вот этой экспедиции, Шаш сделал фотографию, находясь на учебном занятии. Но они, конечно же, в этой фотографии очень похожи с обновленными насущностями. И они решили поставить вот этот опыт, когда сочистить. И, кстати, что из мастерской, в которой работают ребята, были вот эти вот прекрасные посланцы из Древнего Египта. А вот этот человек, благодаря которому возможно было финансирование данного проекта, Вячеслав Адамович Зоенков. Он создал фонд, который называется «Созидающий мир». И именно второй год он спонсирует вот этот проект, когда художники, молодые художники других стран, имеют возможность познакомиться с историей и природой Сибири. Вообще, он заслуженный строитель Российской Федерации, человек, который основал очень известную и глобальную строительную компанию. Но, кроме того, он художник, писатель, создатель монографии, учебных пособий, научных статей и художественных произведений. В общем, все в одном лице. Член Союза писателей, член Союза художников. Он спонсирует не только такие проекты, он еще строит, восстанавливает православные храмы, помогает детским организациям и занимается подвижением различных институтов в своих любимых художников по всему миру. В прошлом году пятеро из нашей компании уже побывали в Сибири. Тогда путешествие было по северным территориям. Вот когда-то, конечно, там право-насморядок, книжки, названия, названия, да. Вот с моей стороны человек, который в каталоге реализовала свет, это Томас из Англии, затем на Англии, это Василис, русская наша, бывшая уже студентка этого города, затем прекрасная Сузгиня Сабина, это Латвия. Вообще, мне интересна такая семья, у нее мать Русская, отец Субин, а жили и живут они в Латвии. Затем, в злоточке, в Кракасе. Вот тут у меня такие фотографии по дням. 13-12, 13-13 дней мы получили с пленерной, и, ну, день приезда, день отъезда. В общей сложности получили 15 дней мы с ними путешествовали по Краснодарскому краю в Кракасе. Это уже приезд у нас состоялся, поселок Жемчужный, первый завтрак, и мы с прекрасным настроением отправляемся в путь. Но они не знают, что первый день уже будет путь. Очень сложно. Тропа предков. Кто-нибудь был на тропе предков? Некалеко от поселка Ефремкино есть замечательный совершенно маршрут. 2,5 километра, казалось бы, совсем немного. Ну, это, ну, действительно тропа, которая, вот, парня, который за один теник, это вот как раз говорит, как упред, понимаешь все о себе. Если ты дошел до конца и вернулся, то, как мне говорили российские мои искусстванты, перед этим за неделю мы туда ездили с моей группой, они сказали, бросаем пить, курить, есть, начинаем ходить в курсал, потому что понимаем теперь про себя все. При этом совершенно невозможная красота. Пусть так лас мне вести. Хорошо, что мои теперечные экскурсанты, они были, конечно, нагружены до Нинца, и тюбники, и холсты, причем они шли именно с холстами. То есть это вот работа, которую делали с рянов на этих всех ежегодных маршрутах. Поэтому многие из них в самом начале тропа уже поняли, что они нашли красивое место, и остановились. Но некоторые пошли дальше. И вот мы идем, идем, Олег, на них ставят фотографии. Вот это еще, они все счастливы. И еще кто-то. Бикетов, да, еще даже и горный. Это как раз вот руководитель, он является начальником отдела по работе с мастерными туристами, он папа и мама. Встречательный, значит, наш человек. Это вот дама, прекрасная Наталья Берсина, директор фонда «Созидающий мир». Она, ну, тоже молодец, прошла где-то одну треть пути, и сказала, что она удовлетворена полностью. Осталось дождать. Это ребята тоже самые умные. Практически все мальчишки как-то одновременно сказали, что их все устраивает. Нашли себе, да, нашли себе вот горочку такую невысокую, и там они все и остались, собственно говоря. Практически половина вот этюдов, которые написаны в первый литр, написаны с одного места. Ну, конечно, там не найдешь. Мало того, что они сидели в разные стороны смотрели, там еще вот символы придется писать не пейзаж, а писать своего друга Матиаса. Потом фильм не пролетнет фотографии этой картины. Ну, самое, вот, ранило меня всегда самое сердце, это, конечно, девочка из поли, Никита. Она была самая длинная, самая худенькая, самая маленькая. Она все время первый день чихала и кашляла. И, в общем, в носке, я сказала, носке от клещей натянуть. Она их натянула как могла. В общем, мы больше всего за нее переживали. Но потом она, кстати, к концу путешествия абсолютно начала вести себя с травмой, как по-сибирски. Потом скажу, чем закончилась. Она меня поразила потом. Вот так выглядит эта тропа предков. Она уйдет вот, вот это вот, такое прекрасное, когда она просто так идет. Тогда она резко уходит вниз, и такая по щеблю, прямо по скальню уйдет. То есть ты прямо вместе с щеблем с этим сползаешь, то она резко уходит наверх. Но вот это все начинается со второй половины пути. Самыми выносливыми девчонками оказались у Савина и София. Они дошли практически... Кристофальт уже от нас как-то там быстро отошел в сторону. А вот с девочками мы идем и идем дальше. Идем мы, идем мы, идем мы, и доходим мы до середины пути. И я понимаю, что сейчас начнется самое страшное. И тут девчонки говорят. Я им ничего не намекала. Они говорят, ну вот, мы нашли свое место. Отсюда совершенно шикарно. Видно там речка в Белой Июзке. Совершенно удивительная картина, вот как она между городом пробивает себе дорогу. Я перекрестилась и решила, что мне можно отдыхать. Но в это время фотограф Саша, который прошел там всякие огни и воды, Казбеки, Бамиры, говорит мне, ну пошли до конца. Неужели, что надо не договориться? Говорит мне Саша, который метров 90 рос там. И ноги у него такие же, как я. И я говорю, ну пошли, что-то мне остается делать. И я иду, идут с ней дальше. И мы идем, идем, идем. А к этому времени мы всем ребятам расстали уже годы. И мы идем без воды. Второй половины пути. Градусов это время 30 градусов. Мы снимаем фотографии. Это вот мои фотографии. У него гораздо лучше. Просто он мне их еще прислал очень небольшое количество. У него шикарная, конечно, аппаратура. Абсолютно красные другие на фото. И мы с ним, он чудо, доходим до самого конца. Но когда мы вернулись, это было что-то ужасное. Мы когда вернулись и спустились на базу ребятам, к нашим любимым Кемкиным, вот там сейчас будет следующая фотография, где сейчас покоят картины. Вот мы думали, что мы выпьем всю воду из их родника. Они нам предлагали больше, что-то еще. Мы говорим, нет их только воды. Но самое интересное, что мы отдохнули там буквально, наверное, час-полтора. И вот следующую фотографию, Мария Петровна, проясните. И за это время Руси успел написать портрет Кито. Вон он, висит он на нашей спине. Причем как-то легко играющий, раз-раз незаметный. Раз, еще срок от него. Потом он, конечно, его уже еще подделал, но основную массу работу сделал прямо там. И вот начинается страшное. То есть под палящим солнцем Иван Кутинов начинает и советские ненавистирующие. А только вот у Амелера очень-то зонтик было, и на зонтик было. Это вот наш уже заслуженный художник Антипов сгорел в такой степени, что он залепил уже себе руки какими-то там скотчем. И вот отдается его работа. Он работает в очень интересной технике. И вот его работа и шумейка. Он послойно пишет, то есть это будет еще несколько слоев, потом наносится. Он его совершенно техника своеобразной собственного изобретения.